СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ Они изначально собирались отбирать его у крестьян задарма с целью последующего государственного распределения. Речь изначально шла не о разверстке, а о диктатуре. Слыхали, Ярослав Михайлович? Вот этот кулак. Да, во всей своей неприглядности. Как он сюда попал, Владимир Ильич? Пришел поговорить по душам, прощупать, не пойдет ли советская власть на уступки. Это знаменательное явление. Да, и заметьте, все лозунги СССР. А как же обязательно СССР. Бедняк, лобер, расист, она в мужицкой деревне без горлов проживет. Прямо чернов какой-то переодет. 9 мая 1918 года Ленин выпускает декрет о продовольственной диктатуре. Согласно декрету, кулаки и вообще сельская буржуазия скрывают хлеб, и этот хлеб у них следует отнять. Крестьянам следовало оставлять для собственных нужд минимальный паек, а остальное ввести на заготовительные пункты. Кто не сдал излишков, тот враг народа. Его сажают на срок не менее 10 лет с конфискации всего имущества. Значит, а ныне БЧК берет ребят в обществе. Так, завтра мы этот вопрос с вами продолжим обсудим. Хорошо, Владимир Владимирович. Хорошо. До утра, спокойно ночи. Ленин пишет, провести беспощадную террористическую войну против крестьянской и иной буржуазии, удерживающей у себя излишки хлеба. И 27 мая 1918 года создаются первые продовольственные отряды. В них вступают рабочие, которым прямо говорится, хлеб для вас придерживают кулаки. И города выставляют против деревни 30 тысяч вооруженных рабочих. Политика лжи и оболванивания масс – это конек большевистской пропаганды. Вот ты про что думаешь, когда жрать хочется? Про мясо. А я про совсем другое. Я вот подумаю только. Такая же впереди обещается интересная жизнь. И сразу мне легче. Вот такой человек. А через 10 лет голодных людей вообще не будет. Это я тебе точно говорю. Ну, разве кого-то пережор на диет посадит. А как не будет голодных, но так и не будет злобы, воровства, безобразия всякого. Ленин призывает к массовому крестовому походу передовых рабочих ко всякому пункту производства хлеба. Он прямо пишет. Беспощадная война против кулаков. Смерти. И против кулачества самые производительные силы деревни бросают армию. До 75 тысяч солдат. Организуются интернациональные бригады частей особого назначения. Это еще 30 тысяч человек во главе с проверенными коммунистами. В самой деревне создаются комитеты бедноты. Их основной состав сельская голодьба, бездельники и пьяницы. В некоторых случаях бежавшие из городов Капойцы и уличная Шелуполь. И вот тогда-то русская деревня запылала. ТОВАРИЩИ! 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 Братцы! Товарищи! Товарищи! Я разговариваю с Ленин. Крестьяне совершенно не собирались воевать. У них и без того забот хватало. Но бесчинствующие по деревням пролетарии во главе с подвыпившими комитетами бедноты вынудили сельхозпроизводителя взяться за оружие. Которое, надо сказать, у крестьян было. Армия бежала с фронтов вооруженная и бежала в основном в деревню. Откреной! Ну, прямо карусель получается. Белых пришли храбьев, красных пришли храбьев. Ну, куды, крестьяне, нападаться? Сволей идут! Уря, уря! Ну, вот тебе, уря! Дождались, мать твою! Крестьяне были разобщены. Каждая деревня в первые месяцы была сама по себе. У мужиков не было ни артиллерии, ни пулеметов. С самого начала сопротивление было обречено. И не могло не стать кровопролитным и жестоким. И с той, и с другой стороны, воевали с отчаянием обреченных. Рабочие из продотрядов шли добывать хлеб для голодных детей и жен. Крестьяне защищали свой дом и свое хозяйство. На Тамбовщине действовал летучий отряд из венгров, китайцев и австрийских немцев. Ворвавшись в деревню, бойцы отряда непременно устраивали чистку, истребляя священников, офицеров, георгиевских кавалеров и даже гимназистов, приехавших, скажем, погостить к тетке. Крестьяне, устав от кровавых расправ, собрали ополчение. Вскоре летучий отряд был разбит на голову. Всех интернационалистов мужики убили на месте. А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков или за коммунистов? Чего? Это я спрашиваю, вы за большевиков или за коммунистов? Я за интернационал! В мае в Воронежской губернии против крестьян применяется артиллерия. Убито около трех тысяч человек. После подавления мятежа расстреляно еще три с половиной тысячи мужчин, женщин, стариков. Общие потери среди крестьян в этой войне неизвестны. В самотохе смены власти никто ничего толком не считал. Исследователи называют цифру порядка 100-150 тысяч человек. Да. Революция научила наш народ умирать с достоинством. Товарищи! Товарищи! Революция это не разверстка, не расстрелы, не чека. Революция это братство трудящихся. Революция это жизнь. Вы свободны, товарищи! Революция прощает вас! Вы свободны! Ура! В результате кровопролития у крестьян было отнято и привезено в город более 200 тысяч тонн хлеба. Много ли это? Для безбедной жизни человеку нужно в год около 200 килограммов хлеба. Получается, ленинский крестовый поход в деревню принес миллион годовых пайков. И каждая тонна этого хлеба стоила человеческой жизни. Продолжение следует...